Продолжается анатомия туризма. Сегодня финальный день и осталось не так много, но все это, я надеюсь, будет очень интересно и, главное, полезно вам, господа агенты и все агентское сообщество, все туристическое сообщество, которое сейчас присоединилось и внимательно смотрит нас на анатомию туризма. Спешу объявить вам, что с нами вновь Давид Пилаян, компания Давклуб и начнем. Собирались начать с Болгарии, давайте вот тогда от расписания не отходить, раскроем сначала болгарскую тему, то есть вы ее раскроете, а потом поговорим уже об общих вопросах и в том числе ответим на те вопросы, которые задают нам господа агенты в чате анатомии туризма. Пожалуйста, чат открыт, задавайте вопросы Давиду, я думаю, что он ответит на каждый из вопросов. Отлично, добрый день, сегодня речь пойдет у нас об чартере, чартерной линии в Болгарию, это чартер не авиа, а автобусный чартер, немного напомню, что наша компания Давклуб уже рейсовый автобус, чартерный автобус на Болгарию, причем в этом году у нас будет две основные линии, то есть первая линия это будет у нас идти из Киева, вторая из Харькова. Вот, захватываем мы в основном все крупные города, плюс еще у нас будет идти несколько рейсов, которые будут захватывать западную Украину, это Львов, Чернополь, Черновцы, Ровно, Житомир, то есть вот ту часть Украины. Итак, значит, что касается, начнем мы говорить о, мы можем перейти по ссылочке Болгария, и в данном случае у нас высвечивается все спецпредложения, и в данном случае автобусный график на Болгарию из Киева. Вот, Киев, Одесса, Созопол, Одесса, Киев. Значит, здесь пока что высвечивается несколько дат, то есть несколько дней недели, да, то есть сначала мы поставили среда-суббота, да, что будет въездить автобус среда-суббота из Киева, и возвращение из Созополя, соответственно, воскресенье и четверг, но учитывая то, что очень много заказов, потому что, ну, как-то в этом году, мне кажется, Болгария будет наиболее востребованной страной, и отдых в Болгарии именно недорогой, отдых с переездом на автобусе будет более востребованный, и как показало уже раннее бронирование, то у нас довольно-таки сильно, по сравнению с прошлым годом, раннее бронирование идет, ну, на 50% больше. Это потому что украинскому туристу все-таки хочется черного моря. Да, хочется где-то вообще отдохнуть, так скажем. А, даже так? Да, а учитывая ценовую категорию, да, и качество, соотношение цены-качество, все-таки Болгария это лучшее соотношение цены-качество, то есть есть и побережье, побережье, хоть и у нас в Украине черное море, и в Болгарии, Украине черное море, но климатическая зона немножко разная, поэтому она более приятная, так скажем. Меньше холодных дней, более солнечных дней и так далее, летом. Итак, что же у нас, к чему я веду? К тому, что в этом году мы поставим практически каждый день автобус, почему? Потому что уже на два раза в неделю, среда-суббота, автобус очень много уже заказов идет, поэтому мы поставили еще два дня дополнительно, то есть четыре дня в неделю у нас будет выходить из Киева автобус. Это при том, что полетные программы все сокращают, автобусные вынаращиваемся. Мы наращиваемся, потому что есть запросы, очень много идет сейчас запросов от групп, от школ, от групп, которые идут именно на соревнования, ездят туристы, ну дети. В основном, честно сказать, это детский отдых, но у нас специфика уже человека такая, даже взрослые, если никуда не смогут себе позволить с учетом кризиса, с учетом нашей ситуации в стране, если взрослые даже не смогут никуда себе позволить ехать отдыхать, то детей обязательно куда-то отправят. Поэтому и очень много запросов от всевозможных школ, от танцевальных коллективов, от спортивных школ, на сборы и так далее. Очень много идут запросов, как с организацией, то есть с проведением там каких-то мероприятий, так и просто даже спрашивают проезд, только проезд на автобусе, покупать билеты. И мы не отказываем, то есть мы, пожалуйста, мы продаем просто проезд тоже на автобусе. И вот у нас здесь указана ценовая категория, то есть это стартует цена от 60 евро за проезд в оба конца. Вот, за проезд в оба конца. Автобусы у нас все комфортабельные, современные. Есть несколько категорий автобуса, то есть у нас от 42 до 72 мест. То есть есть 42 местные, 50 местные, 56 местные, 58 местные, 65 местные и 68 и 74 даже. Вот в таком транспорте, ну это транспорт, который до Кубу принадлежит, то есть это наш собственный транспорт. И мы в зависимости от наполняемости туризма, естественно, будем ставить больше или меньше автобус. Вот в таком это. Значит, движение автобуса. Движение автобуса, он выезжает из Киева, выезжает он от станции метро-выставочный центр и пошел через Белую церковь, через Одессу и потом пересекает небольшой район Молдавии и Румынии и уже в Болгарии. Значит, с правой стороны, извиняюсь, с левой стороны столбик выезд из Киева и время примерно до Одессы. Дальше уже мы время не пишем, потому что все зависит от качества дорог, во-первых. Потому что после Одессы, конечно, к сожалению, качество дорог желает лучшего. Да, желает лучшего. Ой, до Измаила, прошу. До Измаила, да, желает лучшего. Да, а если обратный выезд, то здесь указан график обратного выезда из Болгарии в правой стороне. То есть мы стартуем с Азопола в 16.00. И это график уже выезда в обратную сторону, то есть снизу вверх надо смотреть, в котором часу выезд. Вот, все подробно указано у нас на сайте, так что если кто-то хочет бронировать просто автобусные билеты для групп, пожалуйста, для групп у нас, или индивидуальные, или для групп. Для групп у нас предусмотрена, естественно, скидочка. При 15 платных кресел мы предоставляем одно бесплатное. Вот, то есть 15 плюс 1 всегда. На 30 предоставляем еще 2. Из 32 мест 2 бесплатных и так далее. Да, кстати, если вдруг того города, в котором находятся туристы, не указано у нас в маршруте, это может быть любой город Украины. Вот, и если группа от 40 человек, то мы приедем в этот город и заберем данных туристов. То есть это можно кидать заявочку, но группа должна быть не менее чем 40 человек. Она может быть в любой... Вы понимаете, что автобус оттуда и будет выезжать? Да, автобус туда будет подан и оттуда будет выезжать, но это, естественно, те, которые находятся на территории Украины и конвалируются. Любой город, на территорию Украины. Немножко я дам корректировку. Неважно, это западная, центральная, восточная Украина, в любой город мы можем подать автобус, потому что, в принципе, география наших автобусов и размещение парков автобуса, она обширная. Вот, это что касается билетов на автобус. В принципе, можно еще покупать билеты в один конец, если, например, не знают, когда, вернее, с открытой датой, так скажем. С открытой датой, если не знают, в какую дату будет возврат людей, которые едут там на месяц, на два, на три месяца. Таких очень много, у которых, допустим, там или арендованная недвижимость в Болгарии, или своя недвижимость в Болгарии. Уже многие наши граждане Украины за последние несколько лет приобрели. Это была популярная часть покупки недвижимости, и поэтому многие уезжают, допустим, на все лето. Вот в этом случае не проблема, мы можем предоставить билеты с любой открытой датой и потом решать все вопросы. Тем более, что у нас в Болгарии есть представитель постоянный, который находится. Это также, опять-таки, болгарская компания «Довклуб», это туроператор, который принимает там, и с ним всегда можно решить вопросы. Координаты есть у нас на сайте. Вот. Да. И что касается следующего графика, данный график у нас идет из Харькова. Его движение идет Харьков, Днепропетров, Запорожье, Николаев. И потом пошел уже, он едет по территории, точно так же, Одесса и Молдавия, Румыния. Да. Молдавия, Румыния. И пошел вот именно график, он идет раз в 10 дней. И вот он представлен у нас на сайте полностью с расписанием движения данного автобуса. Точно так же можно покупать билеты, покупать билеты в единичном виде. Значит, где же найти и как понимать, есть места или нету, то на главной странице у нас представлены, есть поисковик, где вы выбираете Болгарию. И вот тут уже вы можете ставить даты заезда, выбирать транспорт, допустим, автобус и подобрать тур, с какого по какое. И он будет показывать наличие мест на данном, если дата светится, значит места есть, пожалуйста, бронируйте. Более того, для групп можно обговаривать все условия необходимые непосредственно с менеджерами направления, то есть, которые занимаются, сидят и на бронировках, то есть, отдел бронирования у нас по именно болгарскому направлению. Вот, возглавляет ее Наталья Воронина, то есть, можно будет с ней обговаривать все условия. То есть, мы гибкие, мы очень гибкая компания, поэтому, если надо какие-то особенные условия, то нет проблем. Более того, если нужна помощь в открытии визы под, допустим, ну, например, у людей есть там или недвижимость, или они уже там спортивное мероприятие, которое у них там уже отдельно забронировано, то есть, не мы бронируем, а отдельно забронируем, и надо помочь с оформлением виз, то не проблема. Мы можем помочь с оформлением при наличии всех необходимых документов, которые есть, то есть, там бронирование отеля и так далее. То есть, даже если не мы бронируем, ну, самое главное, чтобы у нас брали хотя бы переезд, ну, и, естественно, страхование, потому что страхование тоже мы оформляем. Вот. Это что касается именно автобусного чартера и автобусного, автобусных билетов. Вот. Я бы хотел еще раз напомнить, что в этом году, я уже говорил в одной из наших передач, которые было, что в этом году мы расширили сетку и расширили географию и увеличили количество молодежных центров, лагерей для наших детей, молодежи, подростков. То есть, если раньше у нас мы принимали только детей, допустим, от, допустим, 8 до 14 лет, то у нас сейчас спектр разбит, у нас более 20 детских лагерей, молодежных центров, развлекательных центров в Болгарии. В этом году мы взяли большие блоки мест и более 20. То есть, на любой вкус, на любое требование, на любой возраст у нас есть... Теперь уже есть все. Да, есть все. Более того, скажу, что у нас есть с обучением даже английского языка, у нас есть со специализированными спортивными мероприятиями. То есть, мы можем проводить как просто секции, вот спортивные секции, которые просто им необходимо проводить сборы, да, а есть такие, которым надо проводить соревнования. То есть, все необходимое для проведения соревнований на хорошем уровне, у нас есть все. То есть, мы можем подобрать любое поле, любую площадку, любой зал в Болгарии. И более того, скажу, что если необходимы какие-либо экскурсии, то у нас в Болгарии также есть транспорт, который может делать подвоз в Болгарии, куда необходимо. То есть, внутренние... Любые внутренние трансферы, да? Внутренние трансферы мы можем производить любые. Ну, еще раз скажу, что компания «Давклуб», наверное, уже, я вот не помню с какого года, но, наверное, уже года три или четыре года, как мы открыли отдельную туроператорскую компанию в Болгарии, которая также называется «Давклуб», и мы являемся также принимающей стороной Болгарии. Так что, пожалуйста, если необходимо, мы можем все бронировать и там. Так, ну, по Болгарии в общих чертах понятно, тем более, что туда вы являетесь еще и перевозчиком, а не просто туроператорскую компанию. Да, полностью. Что касается Болгарии, то это, как говорится, all-inclusive. Все, все, что необходимо. Болгария наша. Да, да. Все, что необходимо, мы можем это всем предоставить. Хотелось поговорить еще вот о чем, поскольку есть немножко времени, не хочется вас отпускать просто так, ограничившись только Болгарией, про которую вы и так все знаете и все там можете вместе со своей принимающей стороной, по формированию продукта, по программам лояльности. Вот эти темы еще вот как-то. Программа лояльности. Сегодня пятница у нас. И у нас каждую пятницу проходит акция. Мы ее не стали долго думать. На слуху есть такое выражение «пятница-развратница». И мы, естественно, так и назвали нашу акцию «пятница-развратница». Каждую пятницу мы делаем определенные, так скажем, назовем это скидками, но это неправильно. Это исключительно для тех, кто склонен к разврату? Нет, это для всех. Просто мы неприлично снижаем цены. А в этом смысле? Да, мы неприлично снижаем цены. Вот скидки акций у нас есть здесь специальный раздел, где есть все возможные акции. И одна из акций – это вот посередине спешл акция «пятницы». И предоставленные, показано с какой скидкой. То есть, вот, например, на «Этюдо Бенилюкса» 40% скидка идет. 37% однажды в Италии. То есть, я самые максимальные беру туры. То есть, от 20, да, я вот смотрю, от 13, да, самая минимальная скидка. До 40% скидка на туры предоставлена. То есть, это не маленькая скидка, между прочим, 40%. И причем это «Этюдо Бенилюкса» направление, которое, в принципе, довольно-таки популярное в этом году. А вы прогнозировали его весной наиболее популярным? Да. И у нас на сегодняшний день только автобусных, я не считаю, авиа, палитра автобусных туров в страны Бенилюкса, в Голландию, ну, довольно-таки широкая. Там около, насколько я помню, около 10 туров у нас. Именно идет разных. То есть, это не одинаковые, а разные туры в страны Бенилюкса. Вот. И вот представлены каждую пятницу, в том числе и сегодня, мы делаем эти акции. Причем цены действительно только для бронировок сделаны сегодня. Ага. То есть, если бронировка придет завтрак, к сожалению, нельзя. Эту скидку уже получили нельзя. Нельзя, нет. Тогда ждите следующей пятницы, но при этом неизвестно, будет ли данный тур там представлен или нет. Мы не повторяем туры, мы все время их меняем, чтобы... Рэндомом? Или все-таки есть какая-то логика попадания тура? Нет, конечно же, есть логика, но данную логику агент не знает, потому что эта логика наша. То есть, мы смотрим, грубо говоря, это горящие туры. Это где, там, допустим, плохо набирается дата, да, допустим, или где у нас мы уже увеличили количество мест в автобусе. То есть, мы немножко подали другой автобус. Вот, например, загрузился автобус, допустим, 40-местный. А у нас на эту дату выезжает 56-местный. То есть, у нас есть еще минимум 10 кресел, которые мы можем догрузить. И мы эти 10 кресел уже даем по низкой акционной цене. Или же, допустим, на какую-то дату загрузилось всего 20 человек, да. А нам в любом случае надо, чтобы ехать. И не поедем же мы в 50-местном автобусе 20 человек, правильно? Еще неудобнее. Вам, правда, не выгодно. Кому удобно, а кому неудобно бьет по карману. Вот, все-таки у нас немаленький штат сотрудников, которым все, естественно, для того, чтобы правильно, хорошо, качественно обслуживать данные туры, необходим действительно немаленький штат сотрудников. И они все должны получать достойную заработную плату, чтобы именно быть профессионалами в своем деле. Вот, поэтому и мы вот пытаемся, мы смотрим, где, какие мы можем, где дать скидку. Но в любом случае мы хоть искусственно, но понижаем стоимость, делаем акцию, потому что мы уже озвучили, что каждую пятницу у нас есть акции. Хоть на два тура, хоть на три тура. Но сегодня, я смотрю, предоставлено довольно-таки много туров. Да, рассыпь, да. Но сбоку есть одно примечание. Количество мест. 4-6 больше. 4-6, да, ну хватит. Вот кто успеет первый забронироваться. Иногда, ну это очень редко бывает, 6 забронировалось, и вдруг появляется еще 6. Такое тоже мы иногда делаем, чтобы не удовлетворить все заявки. Потому что иногда бывает такое, что уже турист сидит в офисе и вот-вот-вот оформляется, и вдруг пришла заявка. Естественно, мы и тем подтвердим, и тем подтвердим. Мы не делаем такое, что вот все, вы не успели, вы опоздали. Нет. Если оно висит, если на сайте предоставлен данный тур, то он актуален до того момента, как он исчезнет с сайта. Если я его вижу, значит он действительно есть. Независимо от того, кто его в сию секунду бронит. Да, да, да. Мы делаем, мы прекрасно это понимаем, и делаем максимально возможное. Небольшой дается запас мест. И таким образом мы идем навстречу всем, кому можно. Плюс у нас есть акции для детских групп, программа лояльности, которая предоставляется там при определенном количестве забронированных туристов. Мы также предоставляем бесплатное место. По рекламным турам, да, допустим, рекламные туры, которые мы также… Сейчас оживились, я чувствую. Что? Сейчас оживились, я чувствую. Да, да. Можемное слово. Дело в том, что раньше мы делали рекламные туры отдельно для сотрудников турбизнеса, для сотрудников агентств. Но потом мы, как таковые рекламные туры, перестали полностью делать. Почему? Потому что, вот как проходит рекламный тур, да, допустим, прилетает в какую-то страну несколько сотрудников туристических агентов, там группа, 40 человек, их отдельно встречают на очень хорошем автобусе. Даже такой автобус редко подается нормальным, ну, обыкновенным туристам. Начинается с мужичным. Дается самый лучший гид, селят самые лучшие гостиницы. А попробовали бы по-другому, да. Да, предоставляются самые лучшие рестораны и так далее. То есть мы такое когда-то тоже делали, но перестали это делать. Сейчас мы, у нас любой тур является рекламным туром. То есть наш агент может поехать в любой тур, который есть у нас и едет. То есть вот. И увидит настоящий тур. И да. Мы его берем. Его специально кружить не будут, он увидит тот продукт, который будет продавать. Да, да, да. Мы его берем очень часто бесплатно. То есть стоимость тура у него ноль. И он посещает, я почему говорю очень часто, потому что это делаем не всегда. То есть мы это делаем по цене ноль только тем сотрудникам, тем агентам, которые реально продающие, которых мы знаем. То есть мы видим ихние заявки, которые у нас приходили. Мы видим, кто подписывается под этими заявками. Что это действительно данные, у которых есть логины, пароли. То есть мы же в системе онлайн. Которых мы знаем, которые нас бронируют. Данных агентов мы всегда возим бесплатно. То есть они дают заявку на любой тур и говорят, что я в этот тур хочу поехать как рекламный тур. Не проблема. Мы подтверждаем. И стоимость ноль. Ну надо доплатить только консульский сбор. Доплачивается отдельно. И в любой тур он может поехать и увидеть реально, какой будет автобус. Какой, кто едет гидом. Вернее сопровождающим. Какой там будет гид на месте. Или это тот же гид, который едет. Я говорил, что у нас много наших сопровождающих, которые ездят, наших сотрудников. Они же являются европейскими лицензионными гидами. Вот эту тему гидов я бы еще раз говорил. Они сами имеют право проводить в основном во всех городах Европы. В основном. То есть есть некоторые города, где должен иметь местную лицензию. Я в основном во многих имею право проводить экскурсии. И данная лицензия есть. И видят, как проводятся экскурсии. Как идет сопровождение группы. Где, в каких отелях мы реально живем. То есть находимся. Где мы делаем остановки. Как люди питаются. Какие у них есть время на еду. Какие мы советуем. Если мы советуем, конечно, чтобы быстро покушать там. Потому что автобусный тур. Это в первую очередь групповой тур. Где находится минимум 40 человек. Туристов. У которых свое совершенно разное мировоззрение. Совершенно разное понимание времени. Совершенно разное, допустим, желание питаться теми или иными блюдами. В тех или иных ресторанах или фастфудах. И поэтому надо угодить всем. Поэтому у нас уже есть на всех маршрутах проработанные места. Где мы можем предоставить то или иное питание. Показать, где можно покушать быстро. Там, там или там. Чтобы люди понимали. И никто не остался неудовлетворенным, голодным и так далее. И это все наш агент будет видеть в реальном, рекламном, но настоящем туре. Не нарисованном специально для агентов. Ну, хорошо. Допустим, вы не занимаетесь рисованием потемкинских деревень. А вот по поводу гидов. Для вас, как экскурсионного туристического оператора, проблема гидов – это одна из самых актуальных проблем. Потому что гидов нужно много. Гидов нужно много. Они могут быть хорошими и подходящими, как минимум, туристу. Как решается это? Ну, во-первых, это в первую очередь любой гид, любой сопровождающий – это в первую очередь психолог. То есть он должен понимать полностью характеры людей. Причем уметь одновременно воздействовать и доносить правильную информацию, нужную информацию, в нужном виде одновременно нескольким десяткам людей. То есть, которые, я еще раз сказал, совершенно разные попадаются. С совершенно разными характерами. И он должен быть как бы во главе этих всех людей. То есть он должен суметь ими… Занять лидерские позиции. Да, занять лидерские позиции. Какого-то позиция руководства, чтобы была. Но в то же время сохранять какую-то дистанцию, чтобы это не переходило на панибратство. Но при этом еще и какое-то дружеское расположение к себе. То есть, естественно, этому учиться годами. За один день невозможно. Наши все сопровождающие, которые ездят, это все сопровождающие с большим опытом работы. У нас нету текучки кадров. Совсем? Ну, практически нету. Практически нету. Нет, конечно, есть сейчас несколько наших бывших сопровождающих, которые работают в других операторских компаниях, которые тоже занимаются автобусными турами. Но в основном все к нам тянутся. Вот я это заметил. Но мы редко когда кого берем. То есть, если берем, то очень таких профессионалов, которых знаем, видели и так далее. И данные люди, они у нас работают давно. Вот, например, кто сейчас на данный момент работает, это все, кто у нас работал с 2000, 2001, 2003, 2005 года. Моложе, ну, нету, меньше, чем 10 лет стажа у нас практически на данный момент никого нету. То есть, были, но, так скажем, в период кризиса остались только те, которые с большим стажем. Теперь про то, как они получили лицензию. Да, вот у нас была первая ласточка несколько лет назад. У нас есть гид Александр, который первый получил лицензию европейскую на проведение экскурсий. Вот, и вот по его шагам получили... Он повел за собой остальных, показал, как это делать. Да, да, желающие. Не, ну, тут, конечно, надо сдать экзамены, надо подготовиться, надо пройти обучение, очное или заочное, да, в Европе. Вот, в частности, есть сейчас разработана методика, тем же, кстати, совместно с Александром, который проводил экскурсии, один из первых получил данную лицензию, вот, заочного обучения. То есть, если кому-то это интересно, то мы можем содействовать в этом, обращайтесь, и если надо, то мы можем провести заочное обучение. То есть, это не мы будем проводить обучение, а все человек будет получать, то есть, будущий гид будет получать все программы и так далее, все обучение из-за рубежа с Европы, после чего он туда уезжает только на экзамены. Естественно, до того, во время обучения, естественно, мы сделаем еще несколько мастер-классов, выездных экскурсий, которые там на месте, он будет видеть, как это все проделывается. То есть, это не может быть любой человек с улицы, это должен быть человек, который, который хотя бы видит себе призвание проводить экскурсии, видеть возможность спокойно разговаривать, презентовать, запоминать даты, иметь какой-то юмор, потому что это, ну, рассказывать сухие даты для... Гид в виде справочника хорошим не бывает. Да, это надо какие-то истории, может быть, заготовленные, может быть, не заготовленные экспромт. То есть, это все должно происходить. Вот, и этот человек должен быть к этому расположенным. И вот таких, пожалуйста, мы с большим удовольствием приглашаем, хотя, я не знаю, там потом останутся у нас работать, будут ли заинтересованы в работе в нашей компании, или будут заинтересованы уже работать в других компаниях или в Украине, или за рубежом, но в содействии в получении данной лицензии мы можем предоставить. Ну, должен заметить, что из моего скромного опыта, хороших гидов русскоязычных довольно много, а вот гидов действительно высшего пилотажа, мастеров, попадаются крайне редко. Хороший гид все-таки, ну, всего-навсего хороший гид, а хороший человек, это, как известно, не профессия. Первые наши, кстати, гиды, вот как это ни странно, и которые до сегодняшнего дня многие работают, это бармены. Вот, похоже, ну, там, правда, не совсем разговор, мастера разговорного жанра работают, а, так сказать, смежная профессия. Ну, да, да, хороший бартендер, в общем, должен уметь разговаривать. Да, где-то, наверное, процентов на сегодняшний день 50%, просто так получилось, что была одна сеть, не буду говорить какая, она до сегодняшней сети ресторанов и баров. И как раз несколько барменов к нам перешли работать, и потом после этого потянули за собой тоже таких же ребят смышленых и разговорчивых. Вот, кстати, один из плюсов барменов, что, как ни странно, они все время связаны с алкоголем, но они сами-то не пьют. Как правило, да. Да. Нет, они не то, чтобы не пьют, они, как правило, не напиваются. Не напиваются, и они равнодушны, потому что они уже повидали многое, много видов напитков, и они равнодушны к алкоголю. И это тоже, потому что у нас это строго-настрого запрещено в туре, это работа все-таки, работа с людьми, надо быть все время на контроле, причем круглые сутки, потому что бывают там всевозможные ситуации, и страховые, и бывают в группе у нас были проблемы с полицией у туристов и так далее. Это было такое, когда мы вытягивали туристов из полицейских участков. Почему же мы не с этого-то начали? Было, было, было дело. Потом, ну, иногда не следят за нашими советами туристы, думают, что мы как-то хотим, есть какой-то подвох в этом. Но у нас, например, в наших турах указано, что мы рекомендуем документы сдавать руководителю группы именно паспорта, и если необходимо, брать с собой копии. То есть прямо там на ресепшене можно сделать копию данного документа, паспорта, а паспорта сдать, и руководитель при всех сдает на ресепшене в сейф отеля. Для чего это делается? Дело в том, что если мы рассматриваем эти города, где много экскурсий проводятся, такие крупные города, как Прага, Будапешт, Рим, Венеция, Милан и так далее, Вена, вот, то в этих городах особенно сильно и очень распространено это карманники. Это воры-карманники, которые видят туристов, они сразу на них лакомый кусочек, тем более, что они понимают, что любой турист это ходячий кошелек, потому что он приехал туда тратить деньги. И обязательно с собой есть деньги, он обязательно будет гладеть по сторонам. А если рядом с этим кошельком или в этом кошельке находится паспорт, то зачем рисковать данным документом? Потому что, может, ну, любые случаи бывают. И у нас очень часто бывает, когда были, было воровство, были, скажу так, невнимательные люди к своим личным вещам бывают в таких городах. Где-то забыли, где-то оставили, где-то сумка у них. То есть это происходит в свободное время и так далее. И, ну, в автобусе это невозможно, потому что у нас в автобусе там стоят камеры. То есть это, то есть я, и речь идет о воровстве, которое происходит за пределами нашего контроля, так скажем. Вот. И это бывает, иногда пропадают документы, люди их теряют или же попадаются в руки вот таких мошенников, карманников. И, естественно, возникает проблема, связывается с консульством и так далее и тому подобное. Поэтому мы настоятельно всех просим. Просто просим настоятельно. Вот при вас сопровождающий группы принял все документы, при вас положил в сейф на ресепшене отеля, когда необходимо, при необходимости, в любую секунду турист может взять данный документ. Потому что это является собственностью. Да, да, да. Потому что кроме рекомендаций требование такое выдвинуть нельзя, оно было бы незаконным. Да, но рекомендацию мы даем. Вот. Но не все к этой рекомендации прислушиваются. Это нормально. Так всегда было и так всегда было. Чтобы не заканчивать на ноте воровства, при том, что время наше уже практически подошло к концу. Давид, вы были почти в каждый день в выставке Анатомия Туризма. Как вам? Все-таки все потихоньку сворачивается. Вы знаете, нет. Дело в том, что мне, во-первых, мне нравится у вас. Вы очень гостеприимны. Это во-первых. Во-вторых, я надеюсь, и я уже вижу результаты, потому что после наших бесед, после нашей презентации, как-то увеличивается количество запросов, заявок, звонков. Вот в частности, даже, я могу сказать, позавчера, кажется, это была тема круизов, да? Да. Или вчера, или позавчера, я не помню. И буквально я приехал в офис, у нас отдел, который занимается круизами, все девочки сидят полностью в работе, я так смотрю на них, думаю, что с вами произошло? Вроде я уезжал, вы так не были все, мы не успеваем обрабатывать заявки, заявка за заявкой, запрос за запросом. То есть посыпались запросы, посыпались заявки. То есть люди начали понимать, что это можно продавать, это нужно продавать, это надо уметь продавать. И начали задавать много-много вопросов и пошли уже запросы и заявки. Поэтому это, как для нас, как для туроператора, ну, большое дело. Так что я очень благодарен вашей команде, вашей компании за то, что вы придумали такой вид общения, вид презентации, который именно доступен всем, не только кто приезжает в Киев на крупные выставки, но и те, кто, естественно, находится у себя в городе и нет возможности приехать. Ну, естественно, в связи с... По разным причинам. Да. Спасибо большое. Очень хочется верить. Ну, что значит верить? Это не вопрос веры, потому что этому есть реальное подтверждение, что анатомия туризма полезна. И именно поэтому уже сейчас, пока не закончилась первая анатомия туризма, хочется заявить, что в октябре с 5 по 9 пройдет осенняя анатомия туризма. Это уже гарантированно, это точно. Мы увеличим платформу, будет больше тех самых комнат, в которых можно будет смотреть выставку. Ну и вообще, в общем, подготовка началась сегодня. Так что ничего не заканчивается фактически. Вам большое спасибо за визит. И вам спасибо. Смотрите нас дальше, впереди еще несколько выступлений. Я надеюсь, они тоже будут для вас полезны, уважаемые коллеги.